вот такой вид ожидаем автобус это второй этаж аэропорта получается здесь вход вот там чуть подальше мы зашли на второй этаж поменяли деньги в первую очередь и теперь ждем автобус чтобы уехать отсюда вот такая здесь станция спустя минут секунд 30 меня не сказал что все таки нам надо спуститься вниз идет эти пальмы внизу проходит основная дорога и там останавливается автобуса они здесь идем туда вот автобусы примерно на таком мы и поедем до сан-хосе смотрите деньга пластмассовая конечная автобуса идем дальше сидим на станции на автобус на междугородную так она выглядит и на этом зеленом автобусе мы поедем до нашего местоназначения к океану как раз таки рядом с кепасом точнее со стариус со стариусом нам будут уже ждать отправление через полчаса у нас и два билета стоили в районе 900 рублей на наши деньги бутылочка вот такой воды литрового без газа стоила на станции автобусная трако по 100 рублей ну что приехали мы в бихуку где нас должны встретить здесь очень влажно по сравнению с сан-хосе и очень жарко там был кэш прохладно ветер холодно дикам такая жара его влажность и вот тут недалеко вот за этими деревьями может быть километр океан находится но привет побежала ну что разобрались мы созвонились с евгением и все в порядке сейчас он подъедет минуток через десять вот эта девушка сзади она очень нас выручила дала свой телефон и мы вот ее номера набрали как раз таки и созвонились евгением здесь уже ящерицу видели похоже что это на игуану птицы летают красивые вот тут на романга растет вот это вот дерево большое тут их несколько и очень очень душно здесь прям влажность очень высокая у меня уже джинсы все подпромокли хочется если честно сегодня что-нибудь найти хорошие уже не что-нибудь а хорошие найти расположиться и мы скорее всего в этом месте останемся на ближайшем месяц если найдем хорошее жилье я думаю найдем нам здесь нравится здесь очень много зелени и животных уже вот прям встречается интересно все так что вот такие дела просто кладешь этот кокос а не плеваете он сам поливается дождей когда сухой сезон я просто на полил вы на него учат и потом насколько еще год год расти где-то да и благодать и счет арвали по моему это будет долго раз вот это вот что-то типа нашей души до запах похож интересный это нового это ялта то есть это дерево когда мы приехали вообще то есть я и нас вырос быстро растет тогда уже побольше но еще она будет расти где-то если вы еще тут говорится надо вот течение месяца думаю вырастет еще попробовать а если ужали ты кажется балдеть здорово и вот мы наконец-то добрались до океана вы посмотрите какая здесь красотища просто нереально просто непередаваемое ощущение очень красивый океан здесь такие баночки вода такой баночки похоже собирается вода я щас коснулся на кипяток оооо она вообще горячая такой воды никогда не пробовал да вот здесь она кипяток это просто что-то нереальное не ну я не знаю там либо градусов 40 вот вода бывает вода иногда мутная когда-то после дождей там это самое значит сейчас отлив да получается отлив был 12 час начался прилив начинается блин как красиво все это вообще просто непередаваемо масличные пальмы пальм добывают пальмовое масло набираем и ты себе два килограмма помидор пахнут 150 рублей два килограмма четыре перца 100 рублей любого размера то есть брать нужно покрупнее это гранадилья гранадилья 6 штук за 100 рублей за два килограмма 150 за килограмм 75 ананасу такой 100 рублей ну и папайя а папайя сколько стоит папайя 600 за килограмм 600 за килограмм 60 рублей за килограмм папайя местное вообще-то блюдо касадо то есть касадо это рис бобы и фасоль да салат все это касадо салат плотану бананы жареные сыр мой призна и что-то из и что-то из этих белка там рыба и мясо или курица свинина курица на выбор ну блюдо вать большие такие а у тебя с кальмаром сколько он стоил помнишь и 500 300 300 и сердце от ее а это на наши 3500 350 рублей с рыбой и лимон мандарин можно полить он действительно что-то между мандарином и лимоном не кислый и не мандарин сладкий ну что вот подошел к концу первый день проживания в коста-рике и сейчас покажу чем же он закончился расскажу немножечко сколько мы заплатили за продукты сегодня так этот чек из макси поле это супермаркет коста-риканский ну не просто коста-риканский а париты города париты деревушки скажем так а вот это мы купили сегодня кстати где мы парите да по-моему самой парите вот она аня еще обзор жилья сделаю попозже и поэтому не буду все показывать и вот такие вот три манго у нас получились в итоге здоровые манго огромные надеемся что они будут вкусные вот это даже мягенькая хорошая еще одно вот такое за 3 эти манго я отдал ну примерно 145 рублей за три манго в этих манго около двух килограмм дальше вот такой ананас пахнет обалденно стоит 100 рублей за штуку взяли мы таких ананасов 2 но сразу забегу вперед скажу что в макси поле такой ананас стоит 75 рублей сегодня по акции один но он немножечко похуже состояние у него похуже и они чуть чуть поменьше это совсем здоровый у нас в россии я вот таких прямо огромных ананасов я даже не встречал были поменьше такого желтого цвета и стоили они по моему 600 рублей 500 600 рублей хотя из каста рики доставляют ананасы к нам же но доставляют что-то видимо не то совершенно дальше взяли такой авокадо очень хороший прям такой мягенькая все как надо авокадо дорогое стоило 65 рублей по моему или 70 65 или 70 точно не помню но она очень хорошая очень спел огурец достался мне в подарок от продавщицы на рынке положила не его бесплатно ну выбирай любое пока я буду рассказывать а ты как раз разрежешь мангу какой нравится она по-моему мягче всех дальше вот эти штуки я даже не знаю как они называются если честно вот такая пустая пустая штука мы его сейчас тоже разрежем и покажем что там три и какая она на вкус за 6 таких вот фруктов мы заплатили 60 рублей дальше 4 перца на рынке вот такой обычный болгарский перец стоил тоже по моему 60 рублей продается по 4 штуки и естественно выбирать можно любого размера мы взяли самые крупные 4 штуки а цена одинаковая дальше переходим плавненько у нас здесь папайя папайя нам подсказали что она пускай еще полежит денек-два и будет вообще отличная штука мы сегодня кстати ели папайю у евгения который нас встречал огромное ему спасибо за сегодняшний день это так если вкратце вот такой пучок салата на рынке стоит 40 рублей большой достаточно пучок взял я один взял маленькую капусту примерно такую белокачанную капусту но такой качан стоил 50 рублей молодой капустой я его положил обратно и взял такой салат за 40 мне кажется и поинтереснее и два килограмма помидор опять же продаются по два килограмма берешь два килограмма получается 1500 за два килограмма то есть по 75 рублей помидоры килограмм помидор очень пахнет хорошо и надеемся что они будут очень вкусные вот это все что на столе у нас получается из фруктов овощей вот это все обошлось нам в 700 рублей 7000 колон так у нас они порезала манго что скажешь по манго кстати с утра когда мы приехали евгений нас угощал тоже манго и она была очень вкусно и сейчас попробую как это на вкус вообще нереально вкусно последний раз ел такое в накубе 10 лет назад по фруктам я рассказал сейчас быстренько покажу что у нас было в максипали какие покупки и вот у нас чек из максипали на самом деле очень сложно не зная испанскую переводить вот итоговая сумма который мы заплатили 26200 колонды это получается 2600 рублей мы заплатили за все наши продукты вот такая банка арахиса у нас была 100 чем-то рублей стоила сейчас некоторые продукты расскажу все не буду показывать и такая банка арахиса 100 чем-то рублей просто жареный арахис без всяких добавок 450 грамм 6 литров воды кофе молотый кофе просто кофе будем делать машинке дальше чечевицы пачка 400 грамм 2 килограмм 800 риса и взяли две пачки овсянки на пробу по 400 грамм но овсянка что-то стоило дорого да по моему рублей по 40 по 50 до 66 по 87 овсянка 87 400 грамм и 66 300 грамм дорого сессии у нас 400 грамм стоит 30 рублей мы покупаем например 2826 да короче очень дорого потом взяли молоко у нас здесь лежит и тоже чуть-чуть мелочь тут сколько литров не помню вот такое молоко я уже отпил частично хотел сделать из него творог попробую не знаю может быть что-нибудь получится 375 дальше такой йогурт вот такой йогурт литровый две пепси два тунца две банки сто сто десять по моему и 115 рублей вот такие тунцы в собственном соку виногово написано не масло две банки по 250 грамм 240 307 рублей за 30 яиц 100 рублей десяток у нас десяток 60 рублей дальше пакет льда купили ну там сок добавлять в пепси и так далее а у нас еще было три пачки куриного филе ну и остальное по мелочи там оставалась бумага туалетная мыло жидкое что-то может быть еще упустили и за это все отдали 2600 рублей вот такие ценные фрукты я считаю что тут совсем недорого и мы сейчас рассказали овощи фрукты дешевле курица здесь дорогая филе куриное именно филе которое я дом покупаю по за килограмм по акции за 190 рублей здесь без акции 420 творог здесь стоит и единственном месте нашли за 300 грамм 300 рублей посмотрю на ю тубе как сделать творог там что-то не очень сложно вроде бы будем пробовать кефира здесь тоже нет поэтому я взял йогурт на пробу если не понравится вообще не буду покупать но мы обойдусь как рис недорогой в принципе каша овсяная дороговато считаю чечевицу который мы взяли тоже недорогая как и у нас примерно до стоит 40 50 рублей фасоль дешевая фасоли тут очень много риса тут вообще завались его мешками продают в этом максе поле очень много как так ладно на этом все сегодняшний день заканчивается будем прощаться до новых встреч подписывайтесь на канал будет много интересного выпуске из куста-рики будем показывать снимать для вас интересные материалы все это время который был находиться здесь не не забывайте делиться видео и до новых встреч